Новая спортивная площадка появилась у специальной коррекционной школы номер 31. Тренажеры и турникеты теперь доступны не только ученикам школы, но и всем детям из окрестных домов. Анна Кочергина продолжит. Илье Попову 14 лет. У мальчика ментальные нарушения. Он почти ни с кем не разговаривает. С первого класса 31 школа его второй дом. А потому новая спортплощадка вызвала в нем бурю радости. По словам мамы, Илья с нетерпением ждал открытия уличных тренажеров. Своими впечатлениями он даже поделился с нашей съемочной группой. Мне нравится заниматься на тренажере. Ну, конечно, рад. И весь вечер говорил, когда поедем заниматься на тренажерах. Специальная коррекционная школа номер 31. Особое учебное заведение области. Здесь получают знания и адаптируются к жизни дети с ментальными нарушениями. Школа переоборудована под потребности особенных детей. Так, в прошлом году по программе «Доступная среда» было закуплено специальное оборудование. Установлены поручни в коридорах и система дистанционного открывания входных дверей. Теперь на территории есть и новая спортивная площадка. Ну, а сейчас все в отпусках, дети. Но вот кого смогли, они здесь. Видите сами. Какой восторг и радость на глазах. Новая спортивная площадка стала настоящим подарком не только для учеников и родителей. Заниматься здесь смогут и ребята из близлежащих домов. Территория будет открытой для свободного доступа юных архангелогородцев. На самом деле у наших подвездочных учреждений много добрых друзей. Сегодня ряд проектов уже реализовано и нет предела совершенству. Мы благодарим спонсоров за оказание такой значимой поддержки для ребят, для особенных ребят. В министерстве есть четкий план по созданию доступной среды в учреждениях по морю. На сегодняшний день уже в 92 образовательных организациях региона созданы необходимые условия. На эти цели было выделено 179 миллионов рублей. В том числе и на покупку специального реабилитационного оборудования. Анна Кочергина, Александр Кузнецов, Регион 29.